Переводы в Армению в один миг. В приложении Форобанка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Форобанк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Сейчас этот оптимизм можно назвать очень осторожным, просто Армению и Россию соединяют столетия общей истории, а сейчас очень мощная экономическая связь. Другое дело, что, конечно, надеяться исключительно на них не стоит, что очень хорошо видно на примере Украины. Но очевидно, что пока Армения не заявила об окончательном разрыве, пока не принято окончательное решение о выходе из ЕС и ОДКБ, определенные предпосылки для сохранения особого типа отношений есть. Но я думаю, что оптимизм Дмитрия Пескова очень осторожен, и что в данной ситуации он отражает его взгляд на эти отношения, на события, в то, что он верит, собственно говоря, в хорошее развитие наших отношений. Но действительно, сейчас, пока власти находится, по крайней мере, Николай Пашинян, и пока значительное количество людей его поддерживают, тенденции наблюдаются нехорошие. Но тенденции эти носят очень нерванный характер. То есть, с одной стороны, допускается ряд недружественных шагов, после чего делается ряд заявлений, а потом заявлений, которые дезавуируют как эти шаги, так и эти предыдущие заявления. О том, что Армения, например, не собирается покидать ОДКБ, или она не подавала никаких заявлений о выходе из организации. Это можно расценить как определенную игру, которой здесь, в Москве, уже привыкли, и на которую перестают обращать внимание. Я думаю, что все люди, которые хоть как-нибудь анализируют связи с Россией и Арменией, между Арменией и Россией, которые анализируют продукцию Армении на внешних рынках, они понимают, что российский рынок будет заменить чем-либо невозможным, что все остальные страны западные, они могут только обещать. И, в принципе, все эти люди, они должны испытывать по этому поводу беспокойство. Даже знаменитый армянский коньяк, он в основном-то продается в России. Вряд ли где-нибудь во Франции, где много своего собственного коньяка, но где, тем не менее, очень подталкивает Ереван к непродуманным действиям, вряд ли там во Франции найдут рынок сбыта для этого прекрасного напитка. Она равна, как и где-нибудь в Китае. Как и для многих других товаров. Поэтому оптимизм Пескова, он, видимо, еще связан с тем, что экономически Армения очень сильно зависит от российско-армянских экономических связей, от Евро-Азиатского союза, от того, где и как будут продаваться армянские товары. От того, куда выезжают граждане Армении на работу, потому что Россия открыла свой трудовой рынок для граждан Армении. Это все вместе. Это можно, это очень амбивалентное заявление, то есть поливалентное, которое можно расценивать совершенно по-разному. И как угрозу можно, это тот, кто видит в этом угрозу, он ощущает как угрозу. Тот, кто радуется тому, что есть такие связи, тот видит в этом констатацию фактов. Можно вообще к этому даже никак не относиться. Ну, сказал и сказал. Субтитры создавал DimaTorzok